Можно смотреть тренды. Тренды – это тенденции изменения цен по различным акциям, различным направлениям. К чему это все в общей сложности ведет? Это ведет к тому, что большие потоки и объемы информации можно сузить до очень-очень-очень узкого. А для того, чтобы это все не надо было читать в каких-то строчках, все очень удобно визуализирует ресурс finviz.com, раздел «Гроупс». Можно посмотреть динамику изменения цен за последний год, например, сектор здравоохранения. Это все акции компаний, которые входят в сектор здравоохранения, фармацевтические компании, в секторе биотехнологий, те, которые занимаются продажей лекарств, всевозможные аптечные, от маленьких киосков до здоровейших гипермаркетов сугубо с этим связаны. Все это входит в сектор здравоохранения, конгломераты, коммунальные услуги. Здесь дальше, наверное, посмотрим по секторам. Всего в Америке 9 крупнейших секторов. Здесь они отсортированы от меньшего к большей капитализации. С точки зрения капитализации говорили о том, что чем больше капитализация, больше денег, больше денег компаний, которые входят в сектор. А значит, если больше денег, значит вероятность манипуляции ценами на акции меньше. Манипулировать ценами можно любыми активами, просто цена вопроса. Манипулировать, если нужно влить всего для того, чтобы подвинуть цену в неликвидных акциях, влить всего лишь 100 тысяч долларов. И показать, вроде бы акции растут. И начать их продавать инвесторам, как в фильме «Волкс Уолл-стрит». Или нужно, чтобы подвинуть цену, влить 10 миллиардов долларов, чтобы подвинуть сугубо на пару процентов. И рынок проглотит, и завтра даже не заметит этого. Потому что по акциям, например, проходит объем торгов 100 миллионов акций штук. При цене 100 или 200 или 300 долларов. Подвинуть такие акции и как-то сманипулировать, если это не связано с реальными настроениями на рынке, маловероятно. Поэтому говорим сейчас о основном критерии – это количество денег, которое находится в каждом из секторов. Так вот, в секторе коммунальных услуг крупнейшими компаниями сектора являются National Grid, Duke Energy, NextEra Energy, Dominion Resources и Southern Company. Я сейчас покажу на онлайн ресурсе Finviz, куда заходить и где смотреть различные сектора. Во-первых, заходим в раздел Groups. И здесь можем посмотреть, в принципе, динамику изменения цен за различные периоды. За один день, за одну неделю, за другие периоды. Давайте, у меня вроде бы есть… За один год. И это все по секторам. То есть удобная визуализация. Что сейчас пользуется спросом? Зачем смотреть 7000 акций сразу? Смотрим, что сейчас пользуется спросом. Но опять-таки возвращаемся к самому основному. Самое страшное, что можно сделать, самую большую ошибку – это сделать быстрый вывод. Покупаем то, что сейчас растет. Стоит покупать то, что сейчас растет? И да, и нет. Наверное, разобраться надо. Может быть, оно уже столько росло, что завтра расти не будет. Нужно ли продавать то, что сейчас падает в цене? Не знаю. Надо тоже смотреть. Динамика на рынке позитивная. Рынок растет. И предположить, что есть определенные какие-то рамки потенциалов роста. Вот сектор здравоохранения вырос на 19%. А сектор, предположим, потребительских товаров – это там, где Apple, это там, где всевозможные компании, производящие гаджеты – вырос всего на 10%. Где больше сохраняется потенциал? Предположим, если там, предположить, что всего там до 30% потенциал роста. У компании, которая уже выросла на 19% или которая только на 10%. Что делать? Покупать, наверное, акции компании, которые выросли только на 10%. Опять-таки, и это сразу делать? Вопрос. Наверное, надо присмотреться. Чтобы присмотреться, что для этого нужно? Здесь мы можем зайти, во-первых, сразу в Groups. Удобная визуализация по секторам. Дальше можем посмотреть по динамике изменения цен. Тоже в разделе секторов. И вот дальше для себя смотрим. Мы до этого с вами смотрели сектор коммунальных услуг. Сектор коммунальных услуг, если отсортировать с начала года, так, это от меньшего, плюс 21% сектор коммунальных услуг. Это означает, что все компании, которые так или иначе связаны с обслуживанием газоводоснабжения в американской экономике, они, входящие в этот индекс, в среднем выросли на 21%. То есть какие-то компании выросли на 50%, какие-то выросли на 10%, какие-то упали на 10%. Усредненное значение составило плюс 21%. Кликаем на раздел utilities, на сектор utilities, и сразу же у нас открывается список всех компаний, которые в него входят. Это 119 компаний. 119 компаний, которые, в принципе, я буду параллельно рисовать. 119 компаний, которые торгуются в данном секторе. Что еще здесь из важных таких вещей? Это мы смотрим в разделе performance. Если открыть вкладку overview, можно посмотреть название компаний, индустрию, в которых они, по сути, как направление или подсектор, страну, где они зарегистрированы. Опять-таки, может быть, компания зарегистрирована в Китае, как, например, в случае с Alibaba. Но торговаться на американских площадках, все это обычная американская акция. И другие показатели. Рыночная капитализация. Все здесь, если 2,6B, это 2,6 миллиардов долларов США. Можно сортировать по рыночной капитализации. От меньшего к большему. 59 миллиардов долларов США. Капитализация компании Duke Energy. Дальше National Grid. Next Extra. Dominion. Перейдем дальше. Industrial Goods. Сектор промышленности. Он объединяет в себе все компании, которые задействованы в строительстве. Крупнейшими из них являются General Electric, United Technologies, Boeing Company, компания 3M и Honeywell International. Сектор здравоохранения. Один из моих любимых секторов, потому что есть сектор биотехнологий в нем, который действительно производит такие вещи, которые реально могут изменить нашу с вами жизнь. Они связаны, опять-таки, увеличением продолжительности просто жизни. И улучшают нашу жизнь. Это компания Johnson & Johnson. Опять-таки, производящая ту же продукцию, которая у нас здесь доступна в Украине. Novartis, Pfizer, Merck & Co., Gilles Sciences.